Следующая наша задача будет продолжение построения нашей выемки. Но сейчас я хочу построить на дне этой выемки пирамидку. Что я имею в виду? Смотрите. Вот у нас сейчас имеется такая вот выемка. Я хочу ее превратить вот в эту. Думаю, здесь не очень понятно. По сути, вот со дна нашей выемки будет построена пирамидка, которая будет выходить на определенные высоты, на определенные значения. Давайте это сделаем. Первое, что мне необходимо, мне снова надо нарисовать контур. Но в этот раз контур наш будет находиться не на отметке минус 4, а я даже не знаю на какой отметке. Потому что я колдовал здесь с объемами, вывел на 15 тысяч, а какие получились здесь отметки дна, я не знаю. Конечно, можно узнать, но зачем? Есть способы проще. Я рисую контур дна нашей пирамидки, от которой вовнутрь пойдут наши откосы. И это дно должно лежать на дне нашей выемки. Как я могу это сделать? При создании характерной линии, характерной линии из объекта, указываю на наш контур, нажимаю, применяю стиль, назначаю стереть существующие объекты, мне не нужна эта полилиния, назначить отметки. И когда ЦИУ спросит меня, от какой поверхности взять отметки, я укажу, что поверхность откосы, частью которой и является дно, вот это заполнение, которое мы создавали. То есть наша характерная линия автоматически ляжет на дно вот этой вот поверхности. Вставить промежутные точки перелома можно сейчас убрать. Об этом чуть позже, что это такое, но здесь оно не нужно. Появляется моя характерная линия, я проверяю, захожу в редактор отметок, есть отметки, которые нам необходимы. Вот тут оказывается минус 5.53. Мы легли на нужные отметки, но если мы сейчас посмотрим в 3D, то увидим очень интересную ситуацию. Наше заполнение прыгнуло во внутрь характерной линии, это нормально, потому что заполнение всегда ложится во внутрь замкнутой характерной линии. Если бы она была не замкнута, заполнение бы так не прыгнуло. То, что здесь оно исчезло, ну ничего страшного, мы всегда можем восстановить. Давайте строить нашу пирамидку. Так как в этот раз мы должны выйти уже не на поверхность, а на определенную отметку, то я критерии профилирования выбираю откос до отметки. Вот он у нас, откос до отметки. Нажимаю создать объект профилирования. Указываю контур, то есть указываю нашу характерную линию. Сторона профилирования, так как это пирамидка, вовнутрь. Применить ко всей длине дам. Отметка, ну давайте до нуля. С минус пяти до нуля. Ну откосы пусть будут такие, один к полутора. Вот мы что-то получили. Если мы посмотрим, у нас почти как надо. Не хватает заполнения. Давайте сделаем это заполнение. Как видите, заполнений у нас может быть несколько. Этот ромблекс раз заполнения и два заполнения. Все, мы теперь получили все как надо. Нашу пирамидку. Единственное, смотрите, вот здесь вот такие безумные какие-то рисунки горизонтали. Почему такое? Потому что по умолчанию, я уже говорил, сглаживание горизонтали стоит максимально, и поэтому они превращаются в такое. Ну, ничего страшного. Продолжение следует...